Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Julia USA. В сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на то, стоит ли закупаться в супермаркете Whole Foods или нет. В сегодняшнем видео мы с вами посмотрим, что же предлагает Whole Foods в ассортименте своих товаров, сколько реально уникальные товары вы можете туда найти. И, кстати говоря, я скажу вам по секрету, они реально уникальные там. Как вообще там шоппинг-экспириенсом? Давайте начинать, поехали! Уже набрали всего, на самом деле, знаете, коронное самое блюдо из всего, что мы взяли, это будет вот эта вот тюна, это у нас тунец. Первый раз, на самом деле, не вижу такого качества тунеца, чтобы он продавалось так открыто. Обычно в магазинах я не встречала его, и за два стойка вы платите, получается, ну, почти 16 долларов. Наверное, будет очень вкусно. Написано, кстати говоря, что это можно есть так же, как и суши, поэтому посмотрим. Еще, кстати, мы купили сибас, очень классная рыба. Одна штука тоже, 18 долларов, мы купили две, потому что это чилийский сибас, он очень-очень вкусный. Муж смотрит, курица. Я. И сейчас мы смотрим на мясную продукцию, и, на самом деле, здесь реально очень много, посмотрите, просто вообще глаза разбегаются на самом деле. Какое-то тут вино. 47 долларов. Каберне, савиньон, остинское какое-то. Ну, то есть, видно реально, что гораздо больше мясных блюд здесь, чем, допустим, рыбных. Сладости, не сладости. Здесь написано, что, допустим, 4 круассана бесплатно, когда вы покупаете курицу. Вот у нас станция с саранами, но, на самом деле, это сыр монстр или монстр называется, очень классный сыр, мы всегда его используем для того, чтобы сделать яичницу. Очень вкусно получается именно с таким сыром и с таким, знаете, плавленым сыром тоже очень-очень вкусно, всем советую. Видите, сколько здесь разных видов пицц, допустим, эта пицца у нас идёт вегетарианская, она с цареллой, ну, всё реально очень классно выглядит. Вегетарианцам есть тоже, из чего выбрать, на самом деле. Сейчас мы находимся в месте, где продаётся всё разные масла, я извиняюсь, но всё-таки с русским языком. Короче говоря, тут абсолютно разные масла, то есть, например, вот, смотрите, что я вижу. Есть этот венигар, это как уксусный соус, это уксус, да, типа того, фруктовый, то есть, это всё фруктовое. Что мы видим, здесь огромное количество разного легкого масла, то есть, допустим, приведу пример, да, ты идёшь в Publix или куда-то Walmart, там всё-таки ограниченное количество этих масел, тогда как здесь, ну, прям тут и калифорнийское есть, тут есть австралийское масло здесь, как вы видите, то есть, ну, тут реально на разные вкусы кошелёк, я могу сказать, что здесь всё как-то супердорого, вот, допустим, это у нас оливковое масло с робустом, с робустным чесноком, то есть, ну, короче, реально, получается масло для готовки с базиликом, с чесноком и медитарянские травы, ну, то есть, трюфельное масло, я нашла это, это очень классный прикол для пасты и так далее, вот оба по 12 долларов, получается, в чем разница? А, это с оливковым маслом, получается, а это у нас просто, это нужно брать. Очень классно выглядит, наверное, это очень вкусно с пастой вместе. Смотрите, ребята, что я нашла, я нашла настоящий чёрный трюфель, никогда в жизни я такого не видела, он стоит что-то вроде 13 долларов, какие 13? Вот 15 долларов, раньше около 20, вот так настоящий трюфель выглядит. В общем, я не рассказала про фруктовое дело, фруктовое дело, там мы что-то нашли обычное, что мы покупаем, но всё остальное, что мы покупили бы там в паприксе, за меньше, здесь за дороже, поэтому мы как-то особо не фокусировались там, и мы уже перешли опять в зону, где вот эти всякие снэки продаются, где продаются мясные блюда, как вы видите, здесь достаточно всё, выборы гораздо больше. Смотрите, фита, фитасыр, который я обычно использую, греческого салата, он здесь стоит 9 долларов, это немало на самом деле, вот, что я ещё увидела тут интересного, это получается, я думаю, что это фуа-гра, потому что это написано здесь, что это печень утки, плюс муки с свининой и портовое вино, но, ну, наверное, это может быть именно это, стоит 10 долларов. Опять же, огромное количество сыров, допустим, вот такой сыр, это очень интересно звучит, называется, сыр с этими орехами называется Гурман Дайс, очень интересно, зелёный сыр. И вообще, этот называется сыр с галакамоли, галакамолиевый сыр. Очень-очень много разных сыр. Итак, ребята, мы закончили наш шопинг, мы сейчас ходим без масок, без масок, потому что все остальные люди с масками ходят, и, ну, как бы, я не знаю, нет необходимости, вот, я с собой устрою, вот. На самом деле, честно вам скажу, вот, стоит ли шопинг здесь 400 долларов, которые мы только сейчас заплатили за всё это чудо, я не знаю, я считаю, что да, потому что качество продуктов и выбор продуктов, которые вы здесь получаете, здесь он отличается от других супермаркетов, то есть, да, вы платите чуть больше, но сам вот именно экспириенс или опыт вашего шопинга, он немножко более, знаете, такой high-class. Мы сюда не приходим, там, знаете, каждый день или, там, каждую неделю, нет, это реально, может быть, раз, там, в два месяца, в три месяца, не знаю, зайдём, но, в общем, я вам позже расскажу о том, как, что мы именно купили. На самом деле, сначала это может показаться 600 долларов, во сколько это на российские рубли. В США немножко по-другому люди тратят деньги, они иногда гораздо с ними проще расстаются, чем, допустим, в России, да, но, потому что сейчас коронавирус, всё равно люди меньше не стали покупать, я так и думаю, потому что всё равно, если туда идут люди покупать, да, на 300 долларов, значит, 300, значит, наверное, у кого-то они есть. Так, как вы видите, здесь у нас стол из того, что мы купили сегодня к нашему столу, это чек, получается, вот здесь написана вся сумма, а где написано? Вот здесь написано 379 долларов. Так, ребята, что из кропотических продуктов у нас есть здесь? Это всевозможные колбасные нарезки, мой муж их очень любит, вот такое. Кстати говоря, это у нас Сибас, рыба Сибас, на самом деле, она очень-очень классная. Если вы покупаете чилийский Сибас, он очень вкусный, он прям нереально вкусный, в ресторанах очень хороших обычно подают именно такой чилийский Сибас, он стоит, может, долларов 30-40 за порцию. В магазине вы покупаете такой хороший кусок рыбы за 18 долларов, да, бекон, без бекона, конечно же, ни одна американская семья не может жить в принципе, бекон, это вещь номер один, с завтраком, с яйцами, с омлетом, яичным, все что угодно. Также мой муж очень любит, опять же, эти колбасные нарезки, вот это вот как бы все его, я напишу внизу, что все это значит, потому что для меня это как читать китайский. Также, ребята, такой тип рыбы это тунец, написанная на упаковке, тунец этот может быть использован как для суши и роллов, так и просто, чтобы его есть, там, ну знаете, готовить. Не знаю насчет суши и роллов, но я знаю, что тунец это нереально классная рыба, вкусная, там очень много разных полезных веществ, посмотрите на цвет этой рыбы, просто вообще бомбочка. Я думаю, что эта рыба будет очень вкусной. Кстати говоря, вот что в России я не видела, когда вот, допустим, касается дела рыбы или там каких-то, ну, что мы едим каждый день, нету ничего в плане, там, покупаешь одну, получи вторую в подарок. Вот в США это очень распространено, то есть, вот, допустим, даже здесь, там была, ты покупаешь одну, вторая в подарок. На самом деле это очень нереально помогает магазину избавляться от ненужного или там того, что они могут продать и потом получить новое, да, то есть это, как мне кажется, это делает функционирование цепочки магазинов более здоровой. Вот для этого они делают все эти распродажи, покупая одну, вторую в подарок и так далее. Вот это, в принципе, имеет смысл. Также мы не покупаем это on a daily basis или на повседневку. Вот такая Burrata у нас, получается, ни разу не правило, это бренд. Написано, что это свежая моцарелла, которая заполнена вот этими вот кусочками моцареллы, которые были замочены в креме. Боже мой, Чарли, what's up? It's not talkative. Мне просто кот, он очень разговорчивый. Это, скорее всего, будет очень вкусно. Посмотрите на эту картинку. Ну, то есть, я думаю, что тут как ресторанный тип моцареллы, скорее всего, будет. Также мы очень любим сыры, конечно же. Опять же, это идет именно к завтраку. На завтрак мы обычно очень любим делать жареный бекон. И плюс яичница, в которую мы добавляем такой специальный сыр, знаете, как Хохланд сыр вот такой. И также туда добавляем мы сыр вот именно такой, называется Мюнстер. Я, если честно, когда была в России, ни разу не видела вот то, что такое Мюнстер вообще, откуда это название. Я в России пыталась найти что-то похожее, но вот ничего абсолютно я не нашла. Этот сыр, он очень вкусный. Он очень такой прям идеально подходит, чтобы добавлять его во что-то жареное, потому что он очень делает вкусным блюдом. Моцареловые шарики. Наверное, очень вкусно. Очень хорошо с салатом с руколой, да, вообще с любым салатом на самом деле. Ничего не пахнет на самом деле. Это такой сыр, Кримми Хаварти, датский сыр. Мой муж сказал, что я не знаю, что это такое, но решал попробовать это. Давай попробуем. В общем, 60% жира. Может быть, он будет вкусным, кто знает. Дальше. Я думаю, что каждая семья, в принципе, всегда покупает какие-то томаты, да, ягоды. Ну, знаете, когда ты живешь во Флориде, в жарком штате, в принципе, все всегда окружают такая здоровая пища в плане ягод. С ягодами у нас никогда проблем не бывает. Также, наверное, люди, которые живут в Мексике, там тоже с этим проблем нет, потому что почти все, на самом деле, приходит с Мексики очень часто. Так, вот такие вот малинка. Очень прекрасно есть утром с йогуртом, добавлять в смузи. В смузи не так, как с йогуртом. Смородина, мы ее очень любим. Клубника, ну, это очень обычный бренд, на самом деле, есть гораздо лучше бренды. У некоторых брендов клубника прям такая, знаете, очень вкусно пахнущая, то есть, очень ароматная. Так, дальше у нас идет земляника или черная малина, как называется. Если вы знаете, ребят, напишите в комментариях, мне будет очень приятно, потому что, мне кажется, это она называется земляника, Blackberry. У нас пока все искропортишься еды, но давайте перейдем к напиткам, потому что напитки это что-то, что, наверное, в Америке, когда касается именно органики, да, я не буду там кока-колу или какие-то еще, но органические напитки, которые ты пьешь, и ты повышаешь свой иммунитет, у тебя там больше витаминов в организме, повышается твой лактобактерий, там, потому что кефир здесь хоть и есть, но он не такой, да, как, допустим, мы привыкли у нас в России по консистенции, по вкусу. На помощь приходит комбуча. Я очень люблю комбуча. Комбуча это такая вещичка, которая, вот, ну, ты ее пьешь, и это вкусно, ты получаешь лактобактерии к себе в организм, да, и помимо этого в ней очень много разных соков тоже, которые, то есть, усваиваются очень хорошо, надеюсь. Вот, эту комбучу я уже пробовала, она очень классная, так, извиняюсь, это со вкусом лимонада. То, что используется для приготовления лимонада, а именно, культура комбучи, вот, наверное, вот так вот, черный чай, зеленый чай, сок киви, сок лимона и стопроцентная любовь, так заявляет производитель свой СССР. Но насчет любви я думаю, что это правда. Другая комбуча, которую я купила сегодня, это адаптогеничная комбуча, адаптогеник-ти, получается. То есть, это не совсем комбуча, это комбуча, но не комбуча, почему? Потому что, на самом деле, здесь гораздо больше полезных веществ, чем в обычной комбуче. Почему? Потому что здесь есть чага и есть тенки-тейл. Я напишу мне, что это называется, я забыла, но это очень-очень классная вещь. То есть, да, грибы рейши, чага, мы все знаем, чага очень хороша для любого организма, повышает иммунитет, все дела. И это с черным лимоном тоже. Но вкус, не пробовала его никогда. И другая комбуча, которая буквально недавно появилась, как мне кажется, вот она так выглядит. Чем меня заинтересовал вкус этой комбучи, так это тем, что здесь очень необычное сочетание вкусов, да. Здесь у нас идет кокос, elderberry и blueberry. То есть, и бренд, к тому же, который только недавно вышел, потому что я его нигде до этого не видела. Так, посмотрите, куда присоединилась во время нашей рекламной паузы. Это мой кот. Вы, наверное, уже видели видео с ним. Это Невская маскарадная. Да. Иногда он писается. Итак, насчет напитков. Я очень люблю покупать иногда протеиновые напитки. Особенно это актуально, когда, допустим, реально у всех карантин, да. И, допустим, ты голодна, и ты не хочешь ничего готовить, но ты хочешь подкрепиться именно протеинным, а не таким сахаросодержащим продуктом. На помощь вам, как мне кажется, приходит протеиновый напиток. Обычно я покупаю немножко другой бренд. Он примерно стоит по такой же цене, вот, но именно этот, он привлек меня тем, что здесь большое количество содержания разных компонентов. Что мы видим в составе этого напитка протеинового нашего, это миндальное молоко, мака. Мака известна тем, что она очень сильный афродизиак и пробиотики. То есть это очень реально такая хорошая замена каким-то, знаете, непонятным перекусом. Протеин, чистый протеин, вкусненько, полезненько и надолго хватает, чтобы не чувствовать себя голодным, вот. Также мой муж сегодня купил этот напиток, и я знала точно, что он не очень хорошо по вкусу будет. То есть это получается у нас миндальное молоко. Короче, да, оно не подслащено, в нем нет сахара. Но вы знаете, в чем момент заключается? В том, что оно настолько по вкусу ужасное, просто это невозможно пить. Так вот, муж никакой не смог это даже съесть со своими специальными хлопьями, потому что настолько это невкусно. И когда я приехала сюда в первый раз в Штаты, я тоже это купила. Если честно, сразу, ну, большое нет, потому что это невкусно. Я не знаю, зачем они их производят это все еще. Если люди скрости покупают это, и потом такие, он нет, невкусно, я не покупаю. То есть на чем держится эта компания, на чем вы просто понимаете. Также апельсиновый сок, апельсиновый сок, это всегда мы покупаем его, он всегда в холодильнике у нас есть. И чтобы вы понимали, апельсиновый сок, который вы купите в Штатах, он совершенно другой. И определено, если вы в Штатах, вы должны попробовать любой апельсиновый сок. Хотя именно вот того бренда, который я показала ранее, он очень классный, и мы всегда его, только его покупаем. Сегодня также, что мы еще взяли, это такое оливковое масло. И это был первый раз, когда мы взяли оливковое масло по цене, там, 30 долларов за 500 миллилитров. Почему оно только дорогое? Потому что оно было произведено и упакованное прямо в Италии. То есть потому что некоторые масла оливковые, которые вы покупаете здесь, они могут быть, допустим, изготовлены в Италии, там упакованы где-то еще. Если оно прям чисто с Италии, наверное, это как-то влияет на цену, но оно должно быть очень классным, даже по цвету оно такое, знаете, очень хорошее. Дальше молоко. Вообще это не молоко, на самом деле, это дейли-фри, то есть нет никакого молока коровьего, так называемого. 8 грамм протеина здесь у нас, и это все как бы растительное, растительное молоко получается. Муж пробовала, сказала, что оно очень водянистое, я тоже сама пробовала этот брендом, но оно такое норм, есть лучше бренды, но, знаете, чтобы какое-то молоко было в холодильнике у вас именно, которое не молоко, да, это тоже здорово, на самом деле. Вы же, наверное, знаете, что мой муж является тем, кто сидит на диете, на кето-диете. Кето-диета это такая диета, которая подразумевает собой то, что вы едите меньше углеводов или вообще их не едите, больше протеина, больше, да, белка, так называемого. Мы купили такие, получается, кето-хлопья, вот, видите, ну, я думаю, что они очень вкусные должны быть, тут 10 грамм протеина аж, это нереально много, 6 граммов фибры, вот, ну, я не знаю, наверное, это было вкусно. Также, что у нас, еще всякие батончики, это вот тоже для кето-диеты, в общем, вот такой вот батончик, да, что это у нас здесь, это у нас кето-крисп, шоколадные, ягоды шоколадные, это вот, наверное, он сам будет вкусный, я уверена в этом 100%, потому что это миндальная, миндальная паста, получается, вот. Конечно же, бананы, бананы это общая тема, всегда мы их добавляем в любые смузи, даже на перекус, это очень классная тема, чем они зеленее, тем их лучше употреблять, потому что в них меньше сахара, вот. Знаете, когда я была в России, я заметила, что очень мало прям таких конкретно зеленых бананов, и когда они почему-то приходят в Россию, допустим, чем даже дальше город в Российской Федерации, допустим, там, Владивосток, да, или Москва, я думаю, в Москве бананы получше, это факт. Чаи. Чаи мы любим определенно, вот, видите, это получается у нас Оу-Лонг чай, видно, у него очень классный молочный аромат, давайте. Ох, он в таких, получается, маленьких пакетиках, и удобно очень заваривать, я согласна, факт. Так, если спросите меня, что лучше, например, чаи, которые просто такие рассыпные или в пакетиках, наверное, тут реально зависит, потому что иногда просто люди любят что-то, что быстро можно сделать, и ты к этому привыкаешь тоже иногда. Так, это у нас тоже такой, другой чай, другой чай, это у нас гибискус и суперфлауэр ти, то есть чай с, как называется, с смородиной или черникой. Пахнет очень вкусно. Я уже сказала, что мы чай очень любим, поэтому я купила этот чай с валерианой, то есть, да, вы знаете, валерианы, это такое вещество, которое позволяет вам быстро заснуть, это трава, вернее, да, скорее всего, это трава. Позволяет вам очень быстро заснуть, и, не знаю, новый бренд какой-то, его вообще даже ни разу не видела в других супермаркетах, здесь 15 саше, и получается, в общем, состав очень богатый, на самом деле, я вам прочитаю, или я сделаю вам скрин, скорее всего, и зачитаю состав тоже. Это милиановый корень, органический кардамол, органический сироп лекариса, органический фенхель, органическая клубника, органическая мята получается, экстрактроза, органические, как сказать, розовые лепестки, даже вау, и органические масла апельсина на последнем месте, вау. Я считаю, что вот это должно быть бомбочкой, чтобы заснуть, должно быть, скорее всего, очень хорошим цветом. И последний бренд, который я ни разу, наверное, не пробовала, это такой чайный бренд, кстати говоря, это рассыпной чай, это марокканская мята, такой выделенный чай, стоил не очень дорого, кстати говоря, и сделан он, получается, вообще, Нью-Йорк экспортер, но, по сути, по сути, это, да, Нью-Йорк, то есть, это, как бы, американский чай, по сути. Вот, ребят, самое главное, о чем я сегодня хотела с вами поговорить и показать, это то, что мы приобрели, наконец-то, к счастью, это, это у нас черный трюфель. Вы знаете, здесь написано, что это полный, то есть, полная часть черного летнего трюфеля, вау. То есть, я сама, как бы, когда еще была в Азии, ну, давно-давно, там у них были недели трюфельные, там я как-то однажды попробовала такую трюфельную пасту, это было просто бомбически, очень вкусно. Вот, здесь же написано, что ингредиенты этого трюфеля, это трюфель сам, вода, соль и натуральные ароматизаторы, получается. Где же это сделано? А где сделано, не написано почему-то, то есть, ну, типа, откуда этот трюфель из Италии. Слушайте, за 17 долларов, я думаю, что это стоит того, чтобы попробовать. Я считаю, что вот, когда ты находишь такого типа вещички в супермаркете, да, это очень круто, потому что ты, как бы, можешь попробовать новый вкус, да, что-то, что ты давно не пробовала или никогда не пробовала, в принципе. Поэтому, да, это круто. Так, ребят, мы уже почти подходим к концу, осталось совсем немного блюд, вернее, продуктов. Первое, одно из самых, не знаю, что мне понравилось, что мы сегодня купили, и что я это заметила вообще, это такой микс, панкейк-микс, то есть, вы знаете, что такое американские блинчики, американские панкейки, имею в виду, это очень знаменитые такие, знаете, толстенькие блинчики, которые популярны по всему миру, да, и в Америке в том числе, но отличие этой смеси, то есть, вы можете готовить ее просто смешав, получается просто вода этот микс, достаточно легко. Так вот, и все, все готово, получается, на 4 панкейка, здесь 160 калорий, получается, здесь всего лишь 3 грамма сахара, и все. И, кстати говоря, это серия кету диета, у них есть разные серии, у них есть палео, палео или палео, не знаю, и, в общем, безглютеновые панкейки. В общем, это кету, я надеюсь, это вкусно, потому что обычно, когда ты покупаешь миксы, где все-таки больше протеина, чем, допустим, сахар, они немножко такие странные по вкусу, но я надеюсь, что это будет вкусно. Очень классно, что здесь есть такие продукты, которые ты можешь купить просто в магазине. То, что говорят, там, знаете, вот все в Америке, там ничего нет органического, все какой-то сахар, везде все это, не знаю, не всегда. Мне кажется, что есть и хорошая страна все этого, главное знать, где искать, правильно же. Вы знаете, наверное, ребята, что в супермаркетах такого типа, как правило, у них есть своя собственная кондитерская, своя собственная кухня, да, то есть там они готовят товары, которые вы можете купить там же и уже съесть их дома. Вот, и мы купили такую классную пиццу, это, я считаю, хорошая вегетарианская пицца с моцареллой, да, маргарита, такая базовая пицца, 10 долларов. Я считаю, что это хорошая цена. Итак, дальше что это? Такой снэк, называют его в народе рисовый попкорн, да, почему? Потому что он сделан из риса, и он на вкус, по вкусу он как попкорн, но он такой хрустящий, и в нем не так много калорий, как, допустим, в обычном попкорне, грубо говоря. Если вы будете в Штатах, вы должны попробовать этот снэк, очень классный и здоровый. И последнее, мы очень-очень любим делать наши собственные завертоны. Мы покупаем такие лепешки, которые очень органические, в них почти-почти нет углеводов, да, то есть это все, получается, здесь 90 калорий на одну лепешку, 6 грамм углеводов, 13 грамм файбера. Я напишу внизу, что это значит, потому что я иногда сама забываю русские слова, верите мне. Итак, ребята, спасибо большое вам за ваш просмотр, и надеюсь, вам понравилось это видео, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте палец вверх, мне будет очень приятно, надеюсь, вы что-то извлекли из этого видео полезное. И да, ваша Юля из Фориды, Акаджулия Юйсей, всем пока, увидимся!